Расслабьте руку. И вот от края и до края. У нас получается вот такой вот отпечаток. Студентку Анастасию Еремину привлекли за то, что ее привлекает химия. Учащимся в вуза предложили подглядеть за внутренней кухней расследования преступлений. И первый пункт в путешествии – дактилоскопия. Эксперт вкратце рассказывает о своей специализации. Проводит и небольшой ликбез. Показывает, как снять отпечатки со своей тарелки. Не надо вот так вот давить, как многие делают. Здесь можно легкими касаниями движения руки. Если вы посмотрите, вот следы есть. Ну и дальше я не обрабатываю, то есть как это все работает. Отделов много, а времени мало. От одного эксперта почти бегом к другому. У него выстрелили. Ну, слава богу, не попали. Пуля попала в стену. И задача экспертизы была установить место, откуда стреляли. Показывают револьверы, ППШ, патроны. Вот только в группе из 10 человек представитель сильного пола – лишь один. Потому баллистика не вызывает такого оживленного интереса, как более известный детектор лжи. Тут уж всем хочется посмотреть, как эта диковинка работает. В качестве подопытной снова студентка Анастасия. Здравствуйте, Борисович. Брать? Да. Компрометирующих вопросов про учебу, правда, задавать не стали. Опробовав детектор, группка студентов спешит в химическую лабораторию. Здесь для студентов химико-биологического факультета уже настоящее раздолье. Анастасия признается – надеется попасть сюда на работу. Просто если делать у нас обычные вещества, или просто каждый день будет одно и то же повторяться тебе день, и с дня в день, то это не очень интересно. А если у тебя каждый день какая-то новая история, какая-то новая ситуация, все-таки жить интереснее будет, и работы будет дальше увлекать. Опять пробирки, но только это уже новая генетическая лаборатория. Дорогое оборудование практически точно может установить личность лишь по крошечному образцу. Утомлять студентов лекциями не стали. Эксперт рассказывает и про реальные случаи. Например, был казус. Рыбак принес клок волос из речки. Правда, все оказалось гораздо проще. Смотрела очень долго и в конце концов обнаружила, что это леска. Причем леску такую же. Я пошла в магазин, нашла эту леску в магазине для очищения совести. Полезна такая экскурсия не только для студентов. На подкрепление надеются и сами служители закона. Показываем работу, то же самое. Ну и на будущее, конечно. Подбираем кандидатов. То есть если бы выбирать педагогический институт, учебный проект проходит, они приходят у нас. То есть мы показываем нашу работу, что в район их направление, там они смотрят, как работают эксперты. Студенческие десанты высаживаются в полиции регулярно. Приглашают гостей из разных вузов. И считается хорошим результатом, даже если один из десяти захочет сюда вернуться вновь. Уже в качестве сотрудника. Андрей Хорошаевн, Роман Митрошкин, телекомпания НИКТВ.